МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас в доме, где собираются друзья. Смотрите сегодня в нашей программе. Символ многовекового добрососедства. Самарская историческая мечеть отметила 125-летие. Конкурс красоты и талантов. В Тольятти выбрали чувашскую красавицу. С гармошкой по жизни. Село Семеновка Кенель-Черкасского района губернии принимает гостей. Каждый человек должен себя спросить, что я создал, зачем живу, что оставлю после себя. Отвечая на эти вопросы, наши предки и построили самарскую историческую мечеть, рассказывает муфти Талиб Хазрат. Ее возвели в 1891 году на улице Алексея Толстого до революции Казанской. На деньги татарского промышленника и мецената Тимирбулата Акчурина. Двухэтажное каменное здание мечети с высоким минаретом и полумесяцем радовало тогда многих мусульман. Это был известный промышленник, который производил в том числе сукно, и в том числе поставлял это сукно и российскую царскую армию. У него вот большие предприятия были в поселке Гурьев, сейчас это Ульяновская область, называется Барыш. Вот, там и музей его имени есть, и экспонаты, и память о нем сохраняется. Несмотря на то, что неподалеку находился молельный дом, именно историческая мечеть получила статус Духовного центра мусульман. Здесь же были организованы благотворительное общество, бесплатная столовая, библиотека, медресе и русско-татарская школа. В этом месте находилась татарская слобода, то есть жили купцы, то есть жили такие состоятельные люди, которые помогали, значит, выходцам из деревень, из сел, обучали молодежь, наоборот, с татарского на русский язык, и устраивали их. Работа велась колоссальная на тот момент. Мечеть работала до 1932 года, потом здание отдали под детский сад, позже под дом ребенка. И только в начале 2000-х годов историческую мечеть вернули Духовному управлению мусульман. Началась реконструкция, восстановление здания по сохранившимся чертежам. Дело в том, что мусульмане Самары еще до революции планировали расширить мечеть. Но эскизный проект, выполненный архитектором Смирновым в 1903 году, так и не был реализован. По символичному стечению обстоятельств реконструкция мечети началась ровно сто лет спустя. Мечеть, она нужна для людей для того, чтобы объединять. То есть это центр объединения людей разных национальностей, исламского вероисповедания. Так как ислам – это не религия какой-то определенной нации, а религия всех людей. И каждый человек имеет право прийти, помолиться совместно с Амаматом, вместе со всеми, и получить награду. Так как человек, если молится один, то он получает одну награду. Если же он молится со всеми, то получает в 27 раз больше. Сегодня сюда идут не только помолиться, но и самим оценить возрождающуюся мечеть. Пятикратные намазы – занятия по изучению основ ислама для детей и взрослых. Храм открыт для посещения в любое время. Люди приходят здесь для того, чтобы изучать основы ислама и хоран научиться читать. Первоначально мы в первые уроки проводим, как люди должны намаз читать, как правильно тахарат брать. Пять основ ислама они должны знать. Вот это знание они получают. Женщины занимаются днем, а мужчины – вечерами у хазратов. Гильзифапа посещает занятия в мечети регулярно. Ходит сюда уже десятый год. В земле стараюсь буквально учиться по старости лет. Зачем вам это нужно? Нужно. Мы же верующие люди. Мы же мусульманы чистые. Аллах Таля Карсанда, чтобы мы были хорошо. В планах – возведение минарета, реставрация дома имама и сторожки. А на территории, прилегающей к мечети, построят современный спортивно-оздоровительный комплекс и национально-культурный центр. О своих увлечениях Чавашпике «Чувашские красавицы» рассказывают на родном языке. Дефилируют не в купальниках, а в национальных костюмах. Демонстрируют не навыки макияжа, а знания народных песен и танцев. Седьмой областной конкурс Чавашпике принимает Тольятти. Праздник молодости хорошего настроения открывают сестры Сашины. Татьяна и Антонина – участницы Всероссийского национального конкурса красоты «Чувашская красавица России-2016». Недавно девушки вернулись из Чебоксар и рассказали, какие качества необходимы победительницам. Чуваши – они вообще открытый народ. Всех друг друга поддерживают, уважают. Очень интересно то, что две сестры представляли конкурс. Вам это помогло, как вы считаете? Ну, как бы друг друга такая поддержка большая. Как бы вдвоем выходить на сцену намного проще. Друг друга поддерживаем. Всем девчонкам, женщинам удачи, чтобы они показали себя, на что способны. Я думаю, и творческие номера будут. Показать свой талант, свое умение. Чувашский язык, как они любят. Они как бы, так как не стесняются, что они чуваши. Вот это самое главное. Жюри учитывали все. Манеру общения и поведения, актерское мастерство, талант, кулинарной способности участниц. Каждый из них старался донести свой талант до зрителя. Свои какие-то критерии выработал. Как они представляют себя, как с языком у них идут дела. В общем-то, осваивали. Не забыли некоторые. Некоторые выходцы из сел. И они, конечно, им легче. Мне понравилось в последнем конкурсе Галина Сандрейкина, Жигулез. Ну, просто. Вот я тоже родителей вспомнил, как она песню спела эту. Это грустная песня, но на самом деле очень про птицу, мечта такая. И, в общем, было просто приятно от души. К юным участницам конкурса присоединились бабушки со своими уроками мастерства. В чувашских семьях к старикам-родителям относились с любовью и уважением. Об этом поется и во многих чувашских народных песнях. В них чаще всего рассказывается не о любви мужчины и женщины, а о глубоком чувстве к своим родителям. Когда-то был праздник. Царь Петр Первый устроил на улице большое гуляние. И чуваш не переплясали даже цыгане и не перепели. Так что в свое время чуваши свой задор, умение, которое они имеют, должны сейчас передать и своим детям, и, конечно, своим внучкам. Все испытания участницы проходили на чувашском языке. И все же жюри удалось выявить самую-самую. Настоящей чувашпики, чувашской красавицей стала Тольяттинка Оксана Башмакова. Дочка особенно. Мама, ты мне самая красивая выиграешь. Мама красиво, вкусно готовит. Перед выходом мамы на сцену что ей желали? Удачи. Основная часть конкурса проходила на чувашском языке. Трудно ли было овладеть языком и представить? Нет, я сама чувашка из Чувашии, Республики Чувашии, потому что у меня родной язык, для меня это вообще без проблем. Какой просто. А вот какой язык вы родным считаете для себя? Чувашский, да. Потому что мне русский как-то тяжеловато дается. В чувашском языке есть много слов, обозначающих красоту, в том числе и красоту человека. Илем, хитре, матур, селем. Но у каждого выражения свой смысловой оттенок. Ведь по убеждениям Чувашии, любой человек красив по-своему. Это 45-й или 46-й год. Появился первый раз в деревне фотограф. И, значит, у Сальниковых во дворе фотографировал. Кто подходит, он фотографирует им. И потом фотографии нам разослал. Сказал, когда я приеду, мы все сходились, и он нам разделял эти фотографии. Сколько лет вам было там? Не помните? Не. С 16-й год. Было время, веселил всю Семеновку, рассказывает Владимир Иванович Андреев. И добавляет. А первый парень на деревне, потому что с гармонью. Иду с гармонью, беседу веду. Отсюда выходит беседа, отсюда беседа. Все сходятся, и под мою гармонь пляска до упаду среди дороги. С возрастом вспоминается вся жизнь, говорит Владимир Иванович. Как сейчас перед глазами 1943 год. И первая русская гармонь, которую купил брат незадолго до ухода на фронт. И последний вечер у нас были молодежь. Справляли перед проводом его. Да. И погуляли они, повеселились. И в клуб ушли. Я уснул на печке. Утром просыпаюсь, тишина в избе, никого нет, и матери не видать. Лежу, гармонь стоит на столе. Я соскакаю из печки, беру гармонь и пошел. Туда-сюда ее. Мать заходит, муки занесла. В ящик такой, раньше называлось ночевки. И лоток там был. Она, значит, им насыпала этим лотком муку. Вот говорит, ты окаянный, что делаешь? И разломаешь, гармонь как, лотком мне по башке стукнет, я весь в муке сижу. И она меня охрестила в гармонисты. Не только дом Андреевых, но и все село было музыкальным, поющим. Семеновские свадьбы игрались всей деревней, как одной большой семьей. От исторических и военных песен до сих пор мороз по коже, говорит гармонист. Из-за гор-горы, это, мазурочки, пел отец наш, своей с роднёй, с мужиками. Как раз его провожали на финскую войну. Они собрались все и пели. А пели, знаете как? Вот стоит лампа керосинная. Они как, ахнутая песня, фух, тукнет. Вот такой силы голос был, да? Да, да. Все голосистые мужики были. Из-за гор-горы Едут на мазуры. Из-за гор-горы Едут на мазуры. Припев. Едут, едут на мазурочки. Едут, едут на мырночки. Едут, едут на мазурочки. Едут, едут на мырночки. Владимир Иванович знает больше ста песен. Сам сочиняет. Все тексты гармонист бережно записывает в свой архив. Особенно, что люблю, приделывать хвосты к песням. Много песен, такие, три-четыре куплета споешь, и неясно, что дальше. Молчок. А я им подделываю. Длинные хвосты получаются? Есть и длинные, есть и короткие. Спели, кто-то записал, и все. И дальше уже никто не пел. Очень много так песен ушло. Очень много. Фольклорный коллектив «Древо» показывает забытые песни, танцы, обряды, костюмы Самарского края. Материал фольклористы собирают буквально по крупицам. Записывают песни, духовные стихи, частушки. Во время таких этнографических экспедиций важно и само общение. Все произошло совершенно случайно. Мы пришли к нему узнать, кто здесь поет. Оказалось, Владимир Иванович. Свою десятую по счету гармонь хромку Владимир Иванович буквально не выпускает из рук. Говорит, играть на ней легче, но русская гармонь богаче по звучанию. Заиграл, запел, и всем раскрылась трепетная русская душа. Как известно, нет дружбы без взаимного уважения. Берегите себя, берегите своих друзей. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова